Франк, ну я уже упомянул о том, что Тихановская на этой неделе совершила ряд визитов, в частности в Италию и в Австрию. Теперь расскажите поподробнее, что там происходило, с кем были встречи, какие темы и вопросы обсуждались. Да, Тихановская на протяжении недели была в Италии и в Австрии. В Австрии встреча на самом высоком уровне, ее принимали как лидера государства. Со всем протоколом, с официальным кортежем. Была встреча с Себастьяном Курцем, федеральным канцлером, министром иностранных дел, с представителями гражданского общества, правозащитниками, парламентом. Ну и, конечно, самая главная тема – это как заставить Лукашенко договариваться. Понятно, что Лукашенко загнан в угол, понятно, что ситуация у него очень нестабильная. Ну и вот мы искали какие-то подходы, пути решения, каким образом, используя австрийский опыт, влияние, в том числе бизнес присутствия в Беларуси, каким образом заставить его пойти на переговоры. Ну и сразу после этой встречи с Тихановской Курц позвонил Путину. Он обсуждал в том числе, чтобы вот эти переговоры начались в ближайшее время. Была встреча с АБСЕ и уже в ближайшее время, мы надеемся, начнется вот этот диалог с представителями режима Лукашенко. Кто будет участвовать, правда, еще неизвестно. Но АБСЕ настроено достаточно решительно. В Италии же, поскольку это первый визит, самое важное было это поддержать внимание Италии к белорусской тематике. Потому что Италия традиционно очень осторожная, что касается Восточной Европы. И у них всегда хорошее отношение с Кремлем, с Россией. Поэтому здесь важно было это навязать хорошее отношение, чтобы итальянские лидеры поддержали именно белорусов, белорусский народ. И Тихановская встретилась с министром иностранных дел, министром труда. Ну, в Италии очень важная тема – это рабочее, рабочее движение. И вы знаете, что сейчас в Минске объединяются страйкующие. И очень важно было, чтобы итальянские рабочие организации поддержали белорусских рабочих. Ну, и также были встречи с Министерством иностранных дел, европейских дел, где обсуждали санкции. Именно, чтобы Италия и другие страны поставили белорусский вопрос в ближайшее время на совете министра иностранных дел Брюсселя. И еще на этой неделе был созвон с президентом Польши Анжием Дудой, где, в частности, как говорится в пресс-релизе, обсуждалась программа поддержки репрессированным, программа поддержки журналистам, студентам, IT-сектору и прочим людям, которые подвергаются репрессиям. А есть какие-то практические результаты по итогам этого разговора? Да, там было шесть главных тем. Конечно, оказия была, это день Конституции 3 мая. Тихановская поздравила, поблагодарила Польшу за поддержку, потому что Польша принимает сейчас огромное количество репрессированных, многих раненых принимали. Больше за тысячу стипендий белорусским студентам о программе Калиновского выделено. Но обсуждали также возможности коммуникации в форматах региональных, экономических и политических. Это формат четверки, это Украина, Литва, Польша и Беларусь, чтобы Беларусь была представлена именно Светланой Тихановской и гражданским обществом. Обсуждали восточное партнерство, вот формат 3 плюс 1, это Молдова, Украина плюс Беларусь, чтобы Польша на уровне Евросоюза пролоббировала, помогла пролоббировать именно, чтобы не режим представлял Беларусь, а координационные советы Светлана Тихановская. Ну и обсуждали также новые программы поддержки. Но самое важное это остановить насилие, поддержать политзаключенных, репрессированные и медиа. Новые медиа, традиционные медиа, потому что именно они сейчас находятся под наибольшим ударом и давлением со стороны режима. Да, кстати, на этой же неделе один из выпусков польской газеты, Пульс Бизнесу, которая называется, вышел с обложкой «Витаем», и там была информация о том, что 10% айтишников из Беларуси переехало в Польшу с августа 2020 года. Насколько это вообще, можно ли сказать, что это катастрофа для айти-сектора в Беларуси? Ну я думаю, что это, конечно, критически. Сколько бы там ни было процентов, но когда бизнесы вынуждены выезжать из страны, это ужасно для экономики, это симптом, что все очень плохо. Особенно сфера айти, которой и так гордится Беларусь. Поэтому наша задача, чтобы не выезжали, чтобы оставались в Беларуси, работали, поддерживали. Белорусское сопротивление, движение, инициатива, организация, которые остаются в Беларуси. А те, кто уехали, чтобы могли как можно быстрее вернуться. Так или иначе, мы благодарны и Польше, и Литве, что они принимают и рабочих, которые вынуждены, там, уволились и вынуждены выехать, репрессированных силовиков и чиновников, которые переходят на сторону народа. Ну и, конечно же, бизнесы. Но, еще раз скажу, что наша задача, чтобы все бизнесы, которые выехали, они могли вернуться в Беларусь как можно скорее. Потому что они должны работать у себя дома. Пишут большой привет Франку и большое спасибо за работу. И я вот в качестве такой реакции, ответа на наших зрителей, возьму сейчас один вопрос от зрителей, который адресован вам. Как раз-таки в разговоре еще с Анджием Дудой поднимался вопрос нового четвертого пакета санкций Евросоюза, о котором мы давно говорим. Насколько велики шансы, что в этом месяце он все-таки будет принят? Да, это обсуждается, кстати, каждый день. Обсуждалось в Риме и в Вене. Скорее всего, белорусский вопрос будет стоять два раза в повестке дня. Потому что не просто четвертый пакет санкций. Есть два вопроса, которые обсуждаются в паре сейчас. Это четвертый пакет санкций и всеобъемлющий план помощи Беларуси, который включает в себя безвизовый режим, помощь белорусскому бизнесу, макропомощь в случае реформы перемен. И они думали, что это будет принято 10 мая на совещании министра иностранных дел. Но, скорее всего, это будет принято пакетом в июне или до июня. Но белорусский вопрос уже будет обсуждаться теперь, 10 мая. Там, наверное, будет заявлено, скорее всего, о четвертом пакете санкций. А списки, те, кто попадет под санкции и личностей, и фирм, будет озвучен в период между 10 мая и 10 июня. Но на повестке дня, как отдельная тема, Беларусь будет обсуждаться, скорее всего, уже на встрече в июне. Так решили министры, чтобы лучше подготовиться и чтобы этот список был максимально широким. Франк, а следующий визит Светланы Тихановской вместе с вами не в Беларусь ли, случайно, состоится? Тут телеграм-канал «Желтая Слива» опубликовал информацию, что вы в Беларусь возвращаетесь. Да, я видел этот билет, и разные были планы, но вот пока что не возвращаемся. Значит, окей. Кто знает, завтра увидим. Окей, я понял. Будем смотреть, следить за новостями. Кстати, вот еще была новость такая на этой неделе. Евросоюз решил, что будет поставлять вакцины всем странам восточного партнерства, кроме Минска, поскольку Минск не вел переговоры об этом. Насколько я помню, Светлана Тихановская вопрос вакцин поднимала не раз в ходе встреч с различными международными лидерами. Можно ли это воспринимать как неудачу на этом направлении работы со стороны штаба Светланы Тихановской? Нет, это неудача со стороны Лукашенко, который отказался от помощи, от вакцин. Европейского Союза выбрал спутники китайские вакцины, потому что мы написали письмо, предложили в том числе режиму согласиться на поставки европейских вакцин в рамках этих специальных программ помощи. Но, к сожалению, Минск отказался и вот показал свои приоритеты и показал, что жизнь и здоровье белорусов для них не имеет значения. Но я думаю, что, надеюсь, что Лукашенко ненадолго и уже в этом году белорусы получат вакцины хорошего качества и никакой Лукашенко не будет этому помех. И еще несколько вопросов сейчас от наших зрителей, которые пишут их в чате, я задам. Спрашивают, будет ли подниматься вопрос о ситуации в Беларуси в Совете Безопасности ООН? Да, в Совете Безопасности сейчас идет такое обсуждение, но поскольку Беларусь не была в начале года определена как тема на регулярной повестке дня Совбеза, она может подниматься на так званых неформальных встречах в арио-формуле. Ну и сейчас в Совете Безопасности Норвегия, Эстония, Ирландия. Я думаю, что через них в ближайшее же время мы организуем и тема, которую мы бы хотели поднять, это пытки в тюрьмах. Это жестокое отношение к заключенным, это злоупотребление перинациарной системой для расправы над неугодными, это грубое отношение охранников как в местах предварительного заключения, так и в местах отбывания заключения. Вот эти все пытки и тема вокруг пыток должна, конечно, быть поднята на международном уровне. Это задача номер один – остановить насилие, остановить пытки, освободить людей. Ну и, конечно, как это все будет сделано, люди будут на свободе, мы надеемся, что будут проведены свободные выборы. Это наша цель, мы к этому идем, мы с этим работаем. Мы видим, какое сопротивление со стороны Лукашенко, мы видим, как он реагирует на любые призывы к диалогу. Но наша задача – наращивать ресурсы, усилять давление, сделать так, чтобы у него не осталось другого выбора. Еще один вопрос, который очень сильно беспокоит и наших зрителей, и меня, и уже давно, неоднократно мы у вас спрашивали это, снова возвращаемся к нему, когда же все-таки состоится встреча с Петланой Тихановской, с Джо Байденом? Обсуждается. Там очень сложная ситуация из-за ковида, потому что там задержка по международным встречам уже полгода. Они думали, что первые встречи начнутся в марте у Байдена, но они начинаются только вот теперь. Поэтому пока что обсуждаются позднее лето, ранняя осень – это ближайший слот, который предлагается для подобных встреч. Но я думаю, что Тихановская навестит, приедет в США намного раньше. И это будет встреча, возможно, не в Белый дом, это будет встреча, скорее всего, с Конгрессом США и с высокопоставленными чиновниками, официальными лицами. Не надо ждать осени, чтобы этот визит состоялся. Вот была история, много мы обсуждаем, когда говорим о Беларуси, о взаимоотношениях с Россией. Вот тоже вопрос от зрителей, спрашивают, на этой неделе новый посол России вручил копии верительных грамот Макею. Почему не торопится вручать оригинал Лукашенко? Просто процессуальные задержки или элемент давления? Мне кажется, они разыгрывают такую карту, они специально это оттягивают, чтобы заставить других послов, которые отказываются вручать грамоты, чтобы они вручали их вместе с российским послом. Они специально хотят создать такое некомфортное состояние, когда послы будут стоять перед выборами, вручать или не вручать. Сейчас те послы, которые находятся в Минске, они и не вручали грамоты Лукашенко, они, скорее всего, будут приглашены на официальное вручение, в том числе с российским послом. Ну и тогда им надо будет выбирать, вручает Лукашенко их или нет. Я надеюсь, что все наши союзники, они откажутся участвовать в такой форме легитимизации режима. Да, и еще, кстати, у нас же тут была история прошлой недели еще, когда запретили товары Шкоды и Невея, соответственно, и в том числе и из России. Они теперь не могут поступать, тоже была такая информация, да? Означает ли это автоматически, что Россия присоединилась тоже к санкциям этим? Ну, условно, да. В международном это называется collateral damage, когда ты, например, наносишь санкции на кого-то или на что-то, а страдают намного шире круг. Там компании и стейкхолдеров. Ну и вот Лукашенко хотел нанести санкции на Невея и Шкода, а нанес санкции по своим российским партнерам и союзникам. Это от того, что просто не умеют смотреть наперед, действуют эмоционально, делают ошибки, делают просто банальные глупости. И вот на этих глупостях построен весь режим Лукашенко, абсолютно нерациональный. Плюс то, что они сейчас психуют из-за того, что изменили хоккейный чемпионат, вместят спортсменам, психуют из-за красного креста. Это все просто показывает, насколько режим ведет себя неадекватно, нерационально. И снова же, он сам себя загоняет в угол. И вот те санкции, вот тот кризис, в котором оказалась наша страна, это результат вот этой глупости, тупости и преднамеренных злодеяний людей, которые продолжают удерживать власть силой. Да, Франк, и последнее, что спрошу уже от себя. Вот была информация на этой неделе, что дело Сергея Тихановского направлено в суд. Что известно об этом, когда начнется заседание суда и какие вообще ожидания у самой Светланы и у штаба может быть в связи с этим? Вот у меня тут нет подробной информации. Они уже много раз, вы знаете, меняли и обвинения, и это дело обрастало новыми легендами, вымышленными какими-то доказательствами в том числе. Когда бы этот суд не был, это расправа по политическим мотивам. Понятно, что они будут делать его специально показательным, будут делать его максимально пропагандистским, демонстративно жестоким. Но наша с вами задача сделать все возможное, чтобы к этому суду ситуация не дошла, и чтобы и Тихановский, и все другие наши политзаключенные вышли как можно скорее на свободу. Просто комментировать вот эти судебные протесты, это то же самое, что комментировать глупости Лукашенко. Это можно делать, но это абсолютно не имеет никакого смысла, и вообще не стоит идти по их повестке. Потому что все, что они делают, они хотят, чтобы мы следили, комментировали, читали каналы Пул первого. Наша задача создавать свою повестку, свои рычаги давления. Делать так, чтобы они реагировали на нас, а не наоборот.